Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие телезрители, братья и сестры. Мы начинаем прямой эфир из студии в Александра Невской Лавре в Санкт-Петербурге. В сегодняшнем эфире мы продолжим тему трезвости. На наши вопросы отвечает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, психиатр с многолетним стажем, автор многочисленных публикаций, преподаватель в Духовной Академии в Санкт-Петербурге, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в поселке Юки Выборгской епархии, священник Григорий Григорьев. Добрый вечер, дорогие телезрители. Да благословит нас всех Господь на это доброе дело. Отец Григорий, тема нашей сегодняшней передачи – трезвость. Что такое трезвость для православного человека? Вы знаете, для того, чтобы ответить на этот очень конкретный вопрос, я немножко его расширю чуть-чуть. Вот в нашей Духовной Академии я преподаю спецкурс на церковно-практическом отделении, который называется «Аддиктивное поведение». Аддиктивное – это значит зависимое. На сегодняшний день в медицине описано более 400 видов разных зависимостей. Алкоголь, курение, наркотики – это только некоторые из них. Вообще существует сейчас перечень международный из 200 самых страшных наркотиков мира за всю историю человечества. Он составлен был в прошлом году Ассоциацией психиатров Англии по уровню повреждения. Так вот, алкоголь среди 200 самых страшных наркотиков мира занимает третью позицию, а курение – шестую. То есть оба они входят в первую десятку. И вместе с тем более 400 зависимостей. Зависимости бывают много к чему. И зависимости имеют тенденцию переходить одна в другую. Ну, например, когда человек перестает принимать наркотики, он иногда начинает пить. Когда перестает пить, начинает курить. Перестает курить, начинает обжираться. Поэтому очень важно понять общий механизм всех зависимостей. Понимаете, вот все-таки, когда меня спрашивают, что такое аддиктивное поведение, ну как это, зависимое поведение. Вот сидит старуха на берегу Синего моря, а перед ней разбитая корыта. И у старухи нормальная человеческая мысль. Хорошо бы получить новое корыто. В этом нет ничего плохого. Но когда она получает новое корыто, то ее совсем не радует. И у нее сразу появляется другая мысль. Надо избу, избу надо получить. В этом тоже нет ничего плохого. Нельзя жить без крыши над головой. Но когда она получает избу, это тоже ее не радует. Потому что сразу хочется быть боярыней, потом царицей, а потом сглобить золотую рыбку. Наверное, если бы сказку Александр Сергеевич Пушкин продлил бы дальше, то не исключено, что из рыбки бы сварили уху, попыталась бы старуха сварить. Вы знаете, ведь что здесь показательно? Показательно, что это ведь как в наркомании. Происходит увеличение дозы. И чем больше доза потребляемого наркотика, тем меньше радость и больше ломки. То есть, иначе говоря, человек, если у него нет духовного иммунитета, он будет попадать в самые различные зависимости. Вот мы знаем такое заболевание, широко известное, как СПИД, иммунодефицит. Когда все вирусы достаточно безвредны для любого здорового человека, для человека, у которого иммунодефицит, он болеет от всего. То есть, фактически, он начинает погибать от тех внутренних вирусов и бактерий, которые живут в каждом нормальном человеке. Ну, мало кто знает, что в организме здорового человека 2-3 килограмма бактерий содержится. Вот просто по весу. 2-3 килограмма веса – это занимает полезные бактерии, которые необходимы для нашей жизни. Так вот, если иммунитет снизится, эти бактерии пожрут свой организм. Вот точно так же у человека. Если снизится духовный иммунитет, то он начнет попадать в любые зависимости. Собственно говоря, само наличие зависимости говорит о том, что иммунитет этот снижен. Вот почему такой огромный процент жителей нашего государства находится в пьянстве, умирает в год 600 тысяч от пьянства, по данным Госкомстата, 500 тысяч от курений, 100 тысяч от наркотиков. Ну, по сути дела, вот мы видим, да, миллион 200 тысяч только от трех видов за... Почему такой огромный процент? Потому что на самом деле у этих людей нету нравственно-духовных ценностей. И фактически пьянство и наркомания становятся главным источником нравственно-духовных ценностей. То есть это фактически ложная подмена. А человека, который принимает наркотики или пьет, можно сравнить с человеком, который пытается своровать благодать Духа Святаго с черного хода. Вот на парадной там стоит огромная очередь, а Лукавый говорит, возьми с черного хода. Но он не предупреждает, что возьми с черного хода, то придется за это заплатить в виде ломки и потери радости окончательной. А чтобы взять с настоящего входа, там надо жить по западям, надо выполнять определенные правила. Это крайне трудно, крайне непросто. То есть я хочу сказать, что все пьяницы, даже если они полные атеисты, все наркоманы, это своего рода искатели Божьей благодати. Они хотят ее получить, только ищут они эту благодать в подземной канцелярии, в царстве подземном, и пытаются получить радость от повелителя державы смерти, который сам по себе может единственную услугу оказать человеку – смерть. Предложить ему смерть, понимаете как? И вот люди, так как они не знают другой стороны, они обращаются туда. И показатель вот такой нашей бездуховности, нашего общества, есть и другая сторона – это огромная духовная жажда. И вот все зависимости, они вводят человека в состояние наркоза и не позволяют реализовать эту огромную духовную жажду. Ведь где, например, с Богом встречается человек, не воцерковленный, далекий от церкви? При преодолении трудностей, при реализации талантов. А что будет, если ученик в школе, получая трудное задание, приходит домой, чтобы не думать о плохом? Принимает стопарик. Ничего не будет, он ничему не научится. Он попадет в зависимость. А дальше включится закон. Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. В значительной степени сам человек является творцом своего счастья и кузнецом своего здоровья. Именно при преодолении трудностей реализуется и приумножается наши таланты. Мы иногда знаем, что бывает какое-то трудное дело, кажется, нету сил, например, за него взяться. Но безвыходное положение. Мы начинаем браться без всякой надежды на успех. И вдруг появляется второе дыхание, появляются силы, приходит Божья благодать. И когда мы преодолеваем эти трудности, мы всегда чувствуем ощущение умиротворения. Собственно говоря, встреча с Богом. Благодати. А если, представьте, с трудностями уходить под наркоз, мы ни с кем не встретимся. И пьяницы Царства Небесного не наследуют. Не потому, что они плохие люди, а потому, что они туда не стремятся. Им оно не надо. Они туда не хотят попадать. В этом их беда. Они находятся под наркозом. И вот под этим наркозом лукавый везет человека в ад. Ведь человек это не медведь, который засыпает в октябре в берлоге и спит всю зиму. Ведь когда человек, даже напившись, не делает злого, он не делает и хорошее. Он теряет время. Он сжигает свое бесценное время. В этом вот такая огромная особенность вот того, что мы называем аддиктивное поведение. Отец Григорий, у нас есть звонок из Воронежа. Послушаем нашу телезрительницу и ответим на ее вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшки. Раба Божия, Людмила Воронеж. У меня такой вопрос. Как правильно себя вести с близким, с человеком, который подвержен страсти алкоголизма, если он не хочет лечиться при этом, и поведение его как бы уже весьма изменилось не только в пьяном виде, но это как бы уже на трезвую голову он как бы ведет себя. Ну, видно, как-то на мозге это все-таки, естественно, влияет. Я знаю, что принято такое правило, что правило, как разрешает развод в этом случае. Но будет ли это как бы предательство, что доставишь человека в беде? Вот. И можно ли это отмолить? Спасибо вам большое. Людмила, спасибо. Да, спасибо, Людмила. Спасибо. Вы знаете, вот когда Господь создавал первого человека Адама, Он показал ему древо познания добра и зла. И говорит, от всего древа плодов не вкушай, ибо в час, который вкусишь, смертью умрешь. Адам был бессмертный, а Господь говорит ему о смерти. Адам практически был безгрешный до этого момента. Но вот в этот момент появилась первая заповедь. Грех – это нарушение закона. Пока нет закона, нет греха. И у Адама требовалось выполнить всего одну заповедь. Вот послушаться Бога и не вкушать вот этих плодов. Но даже когда он это нарушил, то Господь его спросил, нарушал ли ты, принимал ли ты эти плоды. И ему достаточно было сказать, прости меня, дурака. Он с наглым вызывающим видом сказал, женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко. Ты все подстроил. Ева могла спасти ситуацию, но она добавила, а меня змей искусил. То есть они отказались признавать свою вину. Собственно, в этом произошло грехопадение людей. Они сами себя изгнали из рая, потому что Господь их не изгонял. Они отказались, они обвинили Бога в несправедливости. Так вот, вы знаете, есть две силы, которые способны преобразовать любую зависимость. Только две в мире существуют. Любовь и страх. И вот когда мы говорим о Адаме, то, вы понимаете, страх тоже иногда бывает необходим. Я имею в виду стресс. Страх действует там, где не успевает любовь. По сути, преобразовать душу человека может только любовь. Что такое грех? Грех – это талант, лишенный любви. И, по сути дела, исцеление от греха можно произвести только через Божью благодать. Через принятие благодатного духа любви. Но иногда человек не готов к этому. Он не готов. Он находится под наркозом. До него не достучаться. И тогда остается страх и стресс. И иногда единственное, что мы можем сделать для своих близких – поступить с ними чрезвычайно жестко. И дать им возможность. Да, вот в какой-то конкретной ситуации, может быть, развод является единственным фактором, когда человек задумается. Потому что фактически, не зря говорит народная поговорка, сколько водки выпито, столько слез пролито. Вот этот вот человек, про которого спрашивали из Воронежа, конкретно, пользуясь таким вот мягким, добрым отношением, любовью, близкого человека, начал паразитировать на этом деле. И, конечно, в данном случае, если мы не даем сопротивления, то благими намерениями вымощена дорога в ад. Иногда надо чрезвычайно вести себя строго и жестко. Но это надо очень хорошо обдумать. Нужно понимать, справлюсь ли я с этой задачей. То есть не все люди могут так себя повести. Вот, поэтому, конечно, каждый человек в первую очередь должен сам себе задать вопрос, а я смогу выдержать жесткую позицию? Я смогу вот войти в такую роль? Если нет, так а чего про это говорить? Вымолить. Вы знаете, да, молитва со дна ада достанет. Молитва матери, молитва жены. Я думаю, что надо подавать, конечно, о здравии этого человека в разных местах. Вот чем больше храмов, тем лучше. И особенно, чтобы на проскомедии частичку вынимали. Я думаю, что никогда не надо терять надежды. Но при этом надо проявить жесткость. То есть, в принципе, иногда надо проявить жесткость. Это единственное, что жена может сделать для мужа. Людмила не первый раз уже звонит. Да, ну вот я как практик, как человек, который работает практически с людьми, но очень трудно вот так заочно на расстоянии, вот так очень трудно дать точную рекомендацию. Это надо хорошо знать ситуацию. Но вообще, если человек так себя ведет, то, ну, в принципе, вот надо проявить твердость. Хотя это непросто бывает для человека. Ну, будем надеяться, что наша телезрительница услышала ответ, предпримет какие-то действия. Ну, по крайней мере, задавая вопросы тоже, ведь телезрители тоже понимают, что вот просто в эфире невозможно ответить конкретно. Мы даем общие какие-то ответы. А при этом надо помнить, что у каждого своя голова на плечах. И нужно обдумывать и применять это к реальной ситуации. У нас еще звонок. Город Пермь, Александр. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Вы в эфире. Забывайте, пожалуйста, свой вопрос. Не понял. Повторить вопрос? Да. Я хотел бы задать вопрос по поводу причастия. Я закодировался от алкоголя недавно, но на 5 лет закодировался. Вот я себя лишил на 5 лет причастия, получается. И как мне сейчас себя совет в батюшке получить? Хорошо, Александр. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, вот вы абсолютно... Вот если я вам буду говорить о том, что там нет алкоголя, нет хлеба, что там тело и кровь Христа, вы это сами знаете, но вас все равно что-то останавливает. А, конечно, причастие – это не прием вина и хлеба. Это прием тела и крови Христа. Но можете, раз у вас есть сомнения, вас этот вопрос беспокоит. Причащайтесь спокойно. Причащайтесь. Вот поверьте, вот я в церкви уже очень-очень много десятилетий. Причащайтесь спокойно. Все мои больные алкоголики, которые перестали пить, они причащаются. Причащайтесь, не ломайте голову, не думайте и не анализируйте. Подходите с истинной веры к чаше, что там находится истинная кровь тела Христа. Не помешает вашему лечению это. Если даже врач вам сказал, что вам нежелательно причащаться, врач может просто в этом немножко не разбираться. А я вот как вот старый профессор, который этим занимается, причащайтесь. Вам это более того, чем чаще, тем лучше. Причащайтесь как можно чаще. Сейчас такое время, что надо как можно чаще причащаться. Лично я считаю, что один раз в неделю это немного. Это немного. Но если один раз в месяц, то это уже караул. Месяц это вообще. Если вы раз в месяц не будете причащаться, то фактически, что же это у вас такая будет за жизнь? Вы же возненавидите людей. Человек перестал пить, говорит, и перестал приходить. Получается, что лечение увело вас от Бога. Такого не может быть. Лечение должно приближать вас к Богу. Лечение не должно загораживать Бога от человека. Это очень важно. Поэтому я вас благословляю. Причащайтесь. Ничего не бойтесь. Вот я вот как священник вас благословляю на причастие. Спокойно причащайтесь. Никакого нарушения лечения не произойдет. Александр, отец Григорий, это очень важные слова, потому что очень часто подобные вопросы звучат. У нас Курск на связи. Ответим на вопрос телезрители? Ответим. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Давайте, пожалуйста, свой вопрос. Священник говорил сейчас о зависимостях, которые появляются одна за другой. Но может беда наша в том, что мы путаем нравственное состояние и духовное. Духовный человек всегда автоматически будет нравственным. А нравственное человек не всегда может быть духовным. А вот эти понятия спутаны. Поэтому наши результаты, никаких из алкоголизма не получаются. Потому что есть такое выражение «нравственная сатана». Духовное – это то, что внутри. А нравственное – это то, что отношение человека к внешнему, к законам, к кисловным правилам. Объясните, пожалуйста. Я вас понял. Вы знаете, вот на самом деле не попадайтесь на эту удочку. Не попадайтесь. На самом деле между понятием «нравственное» и «духовное» и «духовно-нравственное» очень трудно провести разграничение. И вот это вот, поиск вот этих терминов, он только запутывает человека. Помните, где просто, там ангелов соста. Надо гораздо проще смотреть. Умный тот, кто счастливый. А счастливого того, кого мир в душе. Вот в принципе, если изучение терминов дает вам мир в душе – изучайте. Но если мир в душе уходит, сразу немедленно прекращайте. Помните, наша главная цель одна – стяжание благодати Святого Духа. И на самом деле, когда благодать приходит в душу, у нас появляются некие свойства. Все наши отрицательные способности превращаются в положительные. Все наши грехи превращаются в таланты. И вы знаете, вот на самом деле, иногда люди, когда они попадают в церковь, они попадают, вот он приходит, человек первый раз, и он приходит в лавку. И в лавке ему говорят, вот что мне почитать? Как подготовиться к исповеди? Как умереть по-православному? Как пройти воздушное мытарство? И дает огромное количество литературы, которая, знаете, можно сравнить. Пришел больной психический психиатр и говорит, как мне подготовиться? А говорит, ну, прочитайте учеб психиатрии. Вот этого не следует делать. То есть человека надо переключить на светлый. Он должен почувствовать благодать. А когда он благодать почувствует, ему это все не понадобится. Я хочу сказать, что когда человек действительно будет заниматься стяжанием благодати Святого Духа, он почувствует, что надо читать, что не надо. Не надо в этом разбираться. В данном случае нет никакой разницы между понятием нравственный и духовный. Можно говорить духовно-нравственный, нравственно-духовный. И, в принципе, разницы большой в этом нету, по сути дела. Если вы хотите, то люди ведь пьют для того, чтобы получить тоже благодать, стать счастливыми. Вот, на самом деле. Ведь никто же не пьет для того, чтобы тошнило, болела голова. И говорит, у меня главный задач, сейчас я выпью, чтобы мне стало плохо. Да нет, все пьют, чтобы стало хорошо. Но в данном случае, что под этим понимается? Ведь когда человек, по сути дела, вольно или невольно нарушает Божьи заповеди, осознанно или неосознанно сходит с Божьего пути, то у него включается аварийный датчик, совесть, голос Бога. Причем совесть – это всегда аварийный датчик. Я иногда спрашиваю, как вы думаете, совесть – это хорошо? Блажен тот, кто ее не слышит. Кто в ладу со своей совестью, кто любит все, что он имеет. Когда совесть заговорила, это плохо дело, это уже караул, это надо искать уже причину нарушения. Так вот, в основном, когда пьют, это чтобы совесть вырубить, чтобы совесть выключить. Говорят, я хочу забыться, хочу отключиться. От чего ты хочешь забыться? От чего ты хочешь отключиться? Это как отключить пожарную сигнализацию, не локализовав источник пожара. Вот поэтому я бы рекомендовал включиться на другое. У Бога все просто, где просто там ангелов соста. Беда в том, что широка душа современного человека. Об этом еще Федор Михайлович Достоевский говорил. И Бог, и Сатана там вмещается. А когда душа широкая, она не глубокая. А когда над неглубоким водоемом несутся сильные ветры, то волны перемешивают до дна всю бузу и на душе муть. А вот когда идет сильный шторм над океаном, то сверху волны, а когда подводная лодка опускается в глубину, я как подводник это знаю, то там перестает качать. Вот душу надо сужать до одного Бога, углублять, чтобы была некая глубина души, куда не достигают волны и ветры моря житейского. И вот это и будет то место, где мы будем собирать самые лучшие воспоминания, где мы будем хранить всю благодать. Вот это и есть то самое царство небесное, которое внутри нас есть. Поэтому не надо разбираться в терминологии. Оставьте это богословом. На самом деле это все-таки специальная терминология. Но разницы между нравственно-духовным и духовно-нравственной нет никакой. Вы так поэтически говорите о Царстве Божьем в душе. Я думаю, что многие-многие такие слова слышали впервые. Прекрасное сравнение с подводной лодкой. Я лично считаю, что православные люди должны быть самые красивые, самые счастливые, самые успешные, самые радостные. Чтобы, глядя на нас, все говорили, я хочу так же жить, как они. Смотрите, как они. Какие вот хорошо быть православными. Вот что должно быть главное. Дух любви. Дух любви. Будет дух любви, все преобразуется. Если человек почувствует Божью благодать, ему станет тяжело нарушать заповеди. Вот современному человеку трудно жить по заповеднику. Он благодати просто не знает. Как только он почувствует, ему станет невыносимо тяжело нарушать заповеди. Поэтому надо привести человека, помочь ему встретиться с Богом. Возможно, это только одним образом. Через покаяние. Через внутренний крик. Вот как разбойник на кресте. Помяни меня Господи во Царстве Саим. И когда мы подходим к чашу, у нас есть всегда возможность встретиться с Богом. Надо сказать, Господи, помяни меня грешного Царства Саим. Когда вы почувствуете эту благодать, вас перестанут интересовать терминология. Вы будете знать, что такое хорошо, что такое плохо. А то ведь как получается. Скажем, ну какой-то человек, ну опять же, без национальных окрасок, чупча. Ну это я образно говорю. Не был в бане никогда. И вот ему говорят. Я к чупчам хорошо отношусь. Вот. Слушай, давай попарься в баню. А что там в бане происходит? Ну там тебя на полог загонят, попарят 100 градусов, а потом в прорубь. Ну он скажет, тут я и помру. А можно ничего не объяснять. Попарить, окунуть в прорубь. И он скажет, благодать, хорошо. Вы понимаете? То есть нам надо выходить на качественный результат. Ведь у нас наша вера, это вера живая, вера практическая. И она делает нас счастливыми. Она дает нам возможность переносить любые трудности, почитая их ни за что. Потому что мы знаем, что за любыми трудностями придет благодать. Как говорил преподобный Серафим Саровский, если бы люди знали, что ждет царство небесное, тысячи лет провели бы в яме со змеями-скорпионами, беспрерывно жалющими человека в стане радости. Вот что самое главное. У нас вера практическая. Мы должны обязательно получать благодать. Мы должны быть примером для всех окружающих. И все наши грехи превратятся в таланты. Это как вот над засохшим садом прошел благодатный дождь, и все зазеленело. Так должно быть в нашей душе. Прекрасно. Слава тебе с Григорием. У нас звонок от телезрительницы, город Самара. Матушка, здравствуйте. Алло. Алло. Матушка, вы можете говорить, мы вас с батюшкой слышим. Здравствуйте. Батюшка, я раба Божия Наталья звонит вам. Я сейчас телевизору повел совсем, да. Батюшка, у меня очень большое горе. Вот, у меня умер близкий, дорогой человек. Как раз, вы знаете, вот Господь сподобил. Сейчас вот передачу увидела. Мы, конечно, были не расписаны, но все было хорошо. И он был законсервирован и три года, да. И получилось так, что от всех проблем тут мама у него умерла, сестру парализовала. Он не выдержал психологического груза и сорвался один день. Мы с сестрой вызвали знакомого врача, чтобы его остановил от пьянки. Ну и знаете, произошла трагедия. Во время этого мероприятия, когда он капал ему капельницу, у него случился инфаркт, и он на глазах умер. Вот, получилось так, что он крещённый, он умер без покаяния и причастия. И я жила как бы в грехе, но я близка к церкви, я исповедалась. И у меня такой вопрос, как могу я молиться, помогать ему. Ну, в общем, вот, хотела вот услышать. Скажите, а он крещённый человек? Да, крещённый человек. А он когда-нибудь в жизни причащался, хотя бы один раз причащался когда-нибудь в жизни? Наверное, нет. А как его имя? Сергей. Вы знаете, что я вам скажу? Ну вот, я понимаю, что вы это всё знаете, но всё-таки я вам ещё раз это напомню. Смерти нет. Смерть – это дальняя командировка. Смерти нет. Смерти нет. Я понимаю ваше горе, потому что уехал далеко человек, которого вы любили. Я это вижу, что вы его любили. Я вам хочу утешительное слово сказать. Святой Третьего века Климент Александрийский говорил, что любовь освещает все отношения. Любовь превыше всего. Поэтому, если люди живут в любви, то просто говорить, что это блуд, тоже неправильно. Любовь, она выше всего. Это бесценный Божий дар. Поэтому будем надеяться, что любящий Отец Господь Бог, зная вашу любовь, не вменит вам этого, этой жизни с этим человеком, как грех. Ну а если совесть ваша всё-таки обременена, то, конечно, надо всё-таки прийти в церковь, покаяться, попросить прощения на Таинской Исповеди. Второе. Вы знаете, вот я слушал, как умер ваш вот этот человек любимый. Вы знаете, фактически он умер как мученик. Он умер как мученик. Вы знаете, это фактически мученическая смерть. И это особая Божья милость. Особая, потому что вот такая мученическая смерть во время лечения, он ведь не виноват, он же не покончил самоубийством, поймаете как. Он виноват в запое, но так получилось. И многим людям ставят капельницы, но не всем даётся такая Божья милость так умереть. То есть это искупает очень многие его грехи. Поэтому, так как он крещённый, подавайте за него, за его упокоение души во всех храмах, где только можете. Молитесь за него. Он обязательно подаст вам весточку. Причащайтесь сами как можно чаще, потому что вам сейчас надо внутреннее успокоение. Просите, чтобы Господь послал вам мир в душу, послал вам дух успокоения. А когда он придёт, то вы сами увидите, как дальше вы можете ему помочь. Я не думаю, что эта ситуация безнадёжная. Я думаю, что можно этого человека вымаливать, мы не знаем, где он находится. Но судя по тому, что вы рассказываете, вот по такой смерти, это какая-то особая всё-таки Божья милость. Я так это воспринимаю. Может быть, вам это странно покажется, но я это воспринимаю как человек, который всё-таки глубоко верит в то, что нет смерти. Поэтому я так вам и говорю, понимаете. Если люди смотрят меня, которые считают, что когда человек умирает, на этом всё заканчивается, его закапают в могилу, как Базаров говорил в «Отцах и детях», там его съедают черви и на могиле вырастает лопух, то они меня не поймут. Но те, кто имеет надежду на воскресение и вечную жизнь, те, наверное, услышат мои слова. И помните, ещё раз я вам говорю, любовь освещает все отношения. Вот это очень важно, что у вас была любовь. Это не были какие-то физиологические отношения, просто физиологические отношения. Это не был какой-то блуд, когда человек беспрерывно меняет партнёров. И я уверен, что если бы это продлилось, возможно, вы бы и венчались бы, и светский бы брак зарегистрировали. Но Богу было так угодно. Я лично верю, что Господь, любящий Отец, всех людей, чтобы человек умер, надо всё равно, чтобы в небесной канцелярии поставили резолюцию. И каждый человек уходит из этой жизни на вершине своего достижения. Значит, если он останется жить, то он пойдёт вниз. И Господь, зная это, даёт возможность уйти на вершине. А там продолжается бесконечное движение души к Богу. Ведь, а почему нельзя молиться за тех, кто в аду находится? Можно вымолить любого человека. Нам же у нас нету таких списков, списков имён, за которых нельзя молиться. Но я понимаю людей, которые покончили жизнь самоубийством. За них церковь не молится. Но при одном условии, что у них не было психического заболевания. Если и психическое заболевание, тоже молимся, значит, мы верим в то, что мы их обязательно вымолим. Вы верьте в то, что вы обязательно его вымолите. И встретитесь с этим человеком вечности. И хранит вас Господь. Дай Бог вам сил, терпения и смирения. Сестра Гория, спасибо за утешение. Я думаю, не только матушка, которая нам рассказала о своей судьбе, ей важны эти слова, но и многие другие. Отец Григорий, вы сами знаете из своей практики и сейчас во время эфира уже дважды звучало вот это подшивание от алкоголя. Я понял. Вот мой огромный опыт работы врача, а я выпускник военно-медицинской академии, который закончил в 79-м году. Значит, получается у меня сколько лет получается? Ну, 35, да? 35 лет работы врачебной. А, естественно, я знаю все вот эти методы лечения. Вот запомните, метод сам по себе не может быть светлый или темный. Главное, чтобы лечение у врача не заслоняло Бога от человека. Богу безразлично, каким методом мы лечимся. Если угодно, про врача сказано в проповеди Иисуса, сына Сирахова, в Святом Писании, в Библии, человек, прогневавший Бога, да предастся в руки врача. Вдумайтесь как. Свою роду это наказание, когда человек предается в руки врача. С другой стороны, Божья милость. А почему же исцеление не приходит напрямую? А если придет напрямую, не возгордится ли современный человек? Ведь это тоже может крышу сорвать. Скажут, мне Господь помогает напрямую. А те, кто выходит на прямой контакт, они уже недалеки от психбольницы. Если мы придем в любую психбольницу, там много тех, кто на прямом контакте находится. Вот что бы ни возгордился. Поэтому лечитесь любыми методами. Я вам говорил, вот эти методы, химзащита, подшивка и спираль, пусть это называется кодирование, программирование. Это, собственно говоря, группа методов, основанных на страхе. Чтобы физиологический страх смерти противопоставить зависимости. Может ли страх включить внутренние резервные возможности преодолеть, помочь зависимость? Ну вот если взять сильно выпившего человека, поставить к стенке, взять автомат и дать очередь над головой, то он может отрезвить в это мгновение. Мы знаем, да, что в момент страха погналась собака, забрался на такой столб, что пожарные не могут снять. То есть эту систему тоже можно включить. И эти методы, они не являются плохими. Важно, чтобы после этого человек приближался к Богу и чтобы эти методы не загораживали эту дорогу. Какой минус этих методов? Минус в том, что они проводятся на определенное время и человек ждет, когда окончится. А когда он начинает ждет, когда окончится лечение страхом, начинает считать. Иногда он настраивается на запой. И как только он заканчивается, этот срок, внутренний голос, лукавый, ему говорит, это надо отметить. Вот это вот плохо. А вот если человек будет лечиться страхом, перестанет пить, и потом придет в храм Божий, и наиспет, и во церковица, и забудет вообще про алкоголь, вот тогда вот это будет хорошо. То есть сами по себе методы лечения для Бога не имеют никакого значения. Потому что если начать копать в медицинских манипуляциях, копаться, то это совершенно неправильно. Важно, чтобы пройдя лечение, человек не забыл о Боге, я приблизился к нему. И с этой точки зрения, любые методы, которые дают отрезвление, это всегда угодно Богу. Это всегда есть добро и всегда хорошо. Но надо помнить, что не всякое отрезвление приближает к Богу. Это фундамент, на котором можно начать строить здание. Ну, например, можно отрезветь и стать неоязычником, например. И отойти, наоборот, от Бога. И такое может быть. Но без трезвости к Богу не приблизишься. То есть трезвость, это еще не есть духовность, но это фундамент, на котором строится здание духовности. Ну вот, я слышал такое выражение, что лучше кающийся алкоголик, чем гордый трезвенник. Вы знаете, говорить можно все, что угодно. Например, я слышал, вот говорят, что кур даят. Такое тоже иногда говорят. Вот таких людей, которые так говорят, про гордого трезвого и кающегося алкоголика, их на один месяц в квартиру вместе с алкоголиком, чтобы они пожили. Неважно, какой он, кающийся, не кающийся, гордый, не гордый. Один месяц с алкоголиком в квартире. Любой скажет, хоть голову ему оторвите, сделайте с ним что угодно. Да, понятно, иногда так бывает, что Господь попускает пьянство, но если угодно, чтобы защитить человека от гордыни. Такое бывает. Кстати говоря, это не так часто бывает, на самом деле. Вот во всей раскладке зависимости алкогольной, ну, может быть, таких людей будет до 5%. До 5%, в принципе, не больше таких людей. Такое тоже бывает. Но так вот именно период трезвости для такого человека надо помочь ему понять, почему он пьет. И вот такому человеку несколько раз надо будет, вот, как свинье, погрузиться в то, из чего он вышел. И в конечном счете ему надо объяснить, что что такое гордыня? Гордыня – это человеческая воля, которая вышла в духовный мир. Воля – это великое благо. Но как только мы со своей волей вылезаем в невидимый мир, она превращается в гордыню. Как и все остальные человеческие положительные свойства в мире видимом. Ведь никто не отрицает первостепенное значение воли для духовной жизни. Это крайне важно, иметь сильную волю. И на самом деле, вот мы вспоминаем Спасителя. У него была совершенная воля, и были большие богословские споры, и была такая ересь монофилитов во времена Максима Исповедника в VI веке, когда они говорили, что человеческая воля Спасителя растворилась в божественной сущности. А Максим Исповедник говорил, нет, у него оставалась человеческая, она была совершенная. Но он испытывал чувство голода, он испытывал боль, он страдал на кресте как человек. Да, он был совершенной волей. Поэтому и за это ему, Максиму Исповеднику, язык 80 лет отрезали и руку отрубили ему. Вот так он был за это наказан. Но потом признали все-таки богослово, что он был прав. Вот поэтому воля, без нас нам и Бог не поможет, на Бога надейся, но сам не плашай. Но как только мы с этой волей вылезаем в невидимый мир, а там самый малый бес, по словам преподобного Серафима Саровского, одним когтем землю проткнуть может. Вот в духовном мире сила Божья в немощи нашей свершается. А в мире видимом, тут уже надо волю всячески тренировать. Вот поэтому очень важно, конечно, помнить, что вот это свойство, вот это свойство. Вы знаете, вообще очень многое беда современных людей в том, что они говорят, мы молим Бога, но он не слышит наши молитвы. А все потому, что мы просим не о том, о чем надо. Вот был такой ветхозаветный царь и из Икии. Он жил во времена пророка Исаии. Хороший, благочестивый, прекрасный царь. Однажды он заболел тяжелым заболеванием, был недалек до смерти. И буквально накануне смерти приходит царь Исаия и говорит, пророк Исаия и говорит царю Изыкии. Царь Изыкии, за твою благочестивую жизнь продлевает себе жизнь Господь на 9 лет. Ровно 9 лет он прожил. Но у тебя на теле есть язвы. Когда поправишься, нарвешь смог, насушишь, будешь перелать к язвам, язвы пройдут. Мы не знаем, что это за язвы. Ну, возможно, экзема, возможно, наедормит, возможно, еще что-то другое. Но ведь Господь мог убрать сразу эти язвы, когда продлевал жизнь. Но он это не сделал, потому что Господь никогда не будет делать за человека то, что может сделать сам человек. Так вот, мы иногда просим Бога о том, что должны сделать сами. И пытаемся сделать сами то, что сами сделать не можем. То есть нельзя со своими человеческими свойствами вылезать в духовный мир. Ни в коем случае нельзя пытаться свои качества проявить в духовном мире. Вот, собственно, в этом беда. Вот таких вот современных наук, оккультных знаний, там, нести экстрасенсов. Они, может быть, очень хорошие люди, но они не понимают. Они туда вылезли. И они не понимают. Ведь лукавые всегда приходят в светлых одеждах. И бесы же никогда не придут и не скажут, мы темная сила. Они скажут, мы ангельское войско. Понимаете как? Вот это надо очень четко понимать. Поэтому воля имеет огромное первостепенное значение. Меня не спросили о таком вопросе. Я думаю, он всех волнует. А каков главный вообще механизм духовного исцеления человека? Механизм духовного исцеления в осознании себя больным. В осознании своего греха. Ведь при любом психическом заболевании первый симптом – это снижение критической самооценки. Чем глубже человек входит, например, в любую болезнь, тем меньше себя считает больным. И когда жена мужу говорит, иди лечиться, он говорит, тебе надо, ты иди лечись сама. Я не алкоголик. Я сам могу не пить. И смотрите, все правда. Лукавый, он никогда не врет. Отец лжи сатанам, он тебе говорит, половину правды. Один день можешь легко не пить или один месяц. В принципе, это правда. И когда человек принимает решение и не пьет какое-то время, лукавый ему помогает. Он говорит, смотри, у тебя сильная воля. Видишь, ты сам можешь не пить. Вот молодец, держись, там хорошо. И так начинает хвалить, как хорошо быть трезвым. Тебе нравится трезвая жизнь, теперь ты никогда не запьешь. И как только человек себе говорит, теперь я никогда не запью. Он говорит, а раз никогда не запьешь, понемножку можно. Вот я сказал вам, что я не пью более 30 лет. Я знаю, что я могу запить в любой момент. Мне нельзя ни капли. Поэтому я дал зарок перед Богом на всю жизнь от всех спиртных напитков. Потому что сила Божья в немощи нашей свершается. В духовном мире мы не можем защититься от невидимого врага. И единственное, чего боится лукавый в духовном мире, это что человек скажет, я сам не могу. Я не могу контролировать мысли, которые лезут мне в голову. Да, я могу просидеть 50 лет на острове, где не курят, не пьют, не принимают наркотики. Я физиологически восстановлюсь. Но как только человек высадится на большую землю, первое будет сказать, это надо отметить. И все. И все будет по-новой. Вот что нужно понять. Нужно понимать, знать место применения своей воли и место обращения к Богу. Поэтому в духовном пространстве никогда не надо вылезать со своими человеческими свойствами. И говорить, Господи, я не слабый, не мощный. Что такое, собственно говоря, зарок? Зарок – это духовное исцеление человека. Это форма получения Божьей помощи. За что он получает эту Божью помощь? За то, что он осознал, что самому не справится. Вот очень важно человеку, больному объяснить, да, ты можешь не пить сам, но ты будешь находиться в зависимости. У меня был один больной, который не пил 50 лет и запил в 95 на бриллиантовой свадьбе. Его очень долго уговаривали родственники, собравшись, он долго отказывался. Но потом пригубил бокал шампанского. Потом те, кто его уговаривал, пожалели, но было уже поздно. Трехмесячный запой, психбольница, белая горячка. То есть человек не пил 50 лет, но находился в зависимости. Вот как получается. Если бы человек никогда не пил, разве бы он запил в 95 лет? Да никогда бы он не запил. Он бы пригубил, ничего бы ему не было. Я не хочу сказать, что каждый человек, который пригубливает спиртные напитки, становится алкоголиком. Вовсе нет. Есть разные люди. Есть люди, которые могут всю жизнь принимать в меру. Есть такие люди. Есть люди, которые контролируют ситуацию. Есть народы, которые спиваются медленно. Например, арабы и евреи. Есть народы, которые спиваются быстро. Например, краснокожие, северные народности, азиаты. Мы находимся где-то посредине. Но у нас на Руси в меру может пить 5% народу. 5% может пить в меру. А 95% нет. Вернее, 95% тоже пьет в меру, но у них мера все время увеличивается. У меня был на лечении один кузнец. Он приходит, говорит, как вы пьете? Он говорит, в меру. Я говорю, а какова ваша мера? Он говорит, 8 бутылок в день. Я говорю, пиво? Он говорит, нет водки. Я говорю, а как можно 8 бутылок выпить? Он говорит, ну я же не сразу их выпиваю. Я говорю, ну я понимаю, что не сразу. Но если лошади дать, лошадь сдохнет. Лошадь-то сдохнет, но яд-то привычный. Он тренированный. Вот если человеку давать яд в небольших количествах, повышая дозу, то наступает у него привыкание к этому яду. Вот, собственно, это бывает у наркоманов, когда идет увеличение дозы. Это бывает у алкоголиков. Вот поэтому, в принципе, здесь вот нужно, конечно, разбираться с каждым человеком отдельно. А вообще пить можно, конечно. Но можно и не пить. Вот у нас как люди настроены сегодня? Говорят, я не алкоголик, я пью только по праздникам. А если спросить родной, а сколько праздников в году? В советское время было 187 по календарю. Но сейчас, если церковное добавить, то всякое 2-3 праздника в день. По праздникам это может быть и каждый день. Ну, смотри, а почему ты пьешь по праздникам? Ну, так принято, он скажет. Да нет, ты не потому пьешь. Если тебя посадить за праздничный стол, праздника не будет. У тебя не будет праздника. Вот собрать за новогодним столом, не дать выпить. Ну, как настроение будет у народа? Да как на поминках все будут сидеть? Говорят, это что здесь такое вообще? Наверное, хозяин какой-то жадный может быть. Или может, в секту попали. Мы попали в секту. Смотри, здесь не пьют. Мы попали в секту. А если сказать, слушай, а ты хочешь Новый год встретить по праздничному под наркозом? Как под наркозом? Ну, давай договоримся со знакомым анестезиологом и под бой курантов, тебе дадим общий наркоз. А зачем? Ну, ты расслабишься, отключишься от тех мыслей. Под врачебным контролем опять же. Тебя выведут из-под этого состояния. Ну, я же не сумасшедший. А разве не многие люди именно так встречают Новый год? Но только не под врачебным контролем, а где попало, подходя под этот наркоз. То есть, нужно понять, что пить можно. Можно пить, а можно не пить. И когда не пьешь, просто лучше жить. Ну, если хочешь, чтобы хуже, ну пей, ну почему нет? Ведь Господь может все, он не может сделать святого. Понимаете? Святой тот стремится к Богу. Ну, конечно, человек не хочет, но это его право. Но если тебе плохо, если ты идешь в ад, вспомни, что есть любящий отец. И скажи, помоги мне, дураку, помилуй меня, Господи. Вот это зарок, это крик человека, обращенный к Богу. А есть обеты. Обеты, это даются родственниками, теми людьми, у которых нету проблемы зависимости. Вот раньше до революции папа давал зарок, а жена и дети с 7-летнего возраста давали обет, чтобы морально поддержать папу. Это обещание служить духе трезвости. Ну, например, мы же можем так понять, конечно, но обет монашества, да? Ну, зарок монашества, это же так вообще странно будет звучать. То есть зарок, это обещание не делать злого дела. Это лечебный механизм, это получение благодати за покаяние. А обет, это деятельное служение в духе трезвости. Вот нынешние общества трезвости, они преизобилуют трезвыми людьми. Там кого только нет, кроме больных людей. Отец Александр, отец Григорий, это интересная особенность современных обществ трезвости. Мы к этому свойству вернемся после звонка телезрителя. Человек вас знает лично. Алло, здравствуйте. 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 У меня к вам просьба, выключите, пожалуйста, звук на телевизоре, иначе мы не сможем с вами поговорить. Да, я, в общем-то, хотел, я лечился за Григория, хотел бы благодарить и несколько слов еще сказать. Можно? Да. Да, а вы представьтесь, кто вы, как вас зовут? Георгий из Ленинградского области. Понятно, Георгий, очень рад вас слышать. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел поблагодарить, во-первых, потому что 20 лет назад я был у вас на лечении, если еще, благословил святейший Патриарх Алексеев. Вот не пил я лет 20, 15 не пил. И очень вам благодарен за это. Потом еще хочу заслаловаться, о которых вы говорите, о наших умерцах, то, что мы можем их отновить, и то, что это радует очень. Есть люди, которые близкие, которые умерли. Большое вам спасибо за все. Храни вас за счет. Спасибо, родной, молитесь обо мне грешному. Спасибо за ваш звонок. Мы же должны обязательно тяготы друг друга носить, потому узнают, что мы ученики Христова, что будем иметь любовь между собою. Обязательно. У нас вообще полный оптимизм, потому что самое главное, вот наша задача, это более всего на свете хотеть попасть в Царство Небесное. Вот более всего. И не бойтесь этого. Мы все этого недостойны. И мы туда попадаем не по своим достоинствам и не по каким-то делам, а по своему великому непреодолимому желанию. Это должна быть наша главная идея. Это должна быть сверхценная идея. Самая основная и самая главная. И помните, когда мы представим перед Христом, Он скажет, ну ты же знаешь, твои грехи все прощены. Я же смертной кресте принял. Но ты-то простил тех, кто тебя обидел. А, и остави нам долги наши, якажи, мы оставляем должником нашим. Представляете, как здорово, когда нас кто-то обижает. У нас появляется возможность, по примеру Христа, простить этого человека. И вот это прощение и его изменит. Он это увидел, он сам преобразится, он сам изменится. Вот поэтому я сегодня читал, как бы, житие одного святого. Женщина рыдает в Александрийском храме, в черной одета вся. К ней подходит один святой подвижник, говорит, я чувствую у вас большое горе. Она говорит, у меня великое горе. Три года со мной ничего плохого не случалось. У меня даже ни одна курица не погибла. Все зло обходит меня стороной. Видимо, я плохо молюсь, Господь меня забыл. Вы понимаете, святые подвижники, они встречаются вечером. Ну как, отец, живешь? Так, говорит, плохо молимся, отец, грязью не полили, не оклеветали. Вот, плохо молятся. Потом встречаются, говорят, радостные, счастливые. Палили, оклеветали, все замечательно. Господи, мы их простили, по твоему примеру. И сразу благодать. Ведь мы радуемся не трудностям, которые к нам приходят. Мы знаем, что за трудностями приходит благодать. И чем больше трудностей, тем больше благодать. Мы уже о трудностях не думаем. Мы живем в предвкушении той благодати, как нас учил преподобный Серафим Саровский. Если бы люди знали, что ждет их в Царстве Небесном, тысячу лет провели бы в яме со змеями-скорпионами, беспрерывно жалящими человека в состоянии радости. Ну какие испытания для нас страшны, когда с нами Бог? Кого мы будем бояться? Мы никого не боимся. Мы только можем бояться, что мы к нему не стремимся. Вот что самое страшное. Не бойтесь, не бойтесь. Не говорите, ну я-то не попаду в царство. Обязательно, вы хотите этого более всего, Господь даст силы. Первый вошел разбойник. Это вдохновляет нас. У него вообще шансов никаких не было. Ну он же попал первый. Это нас всех должно вдохновлять. Здесь Григорий. Давайте вернемся вот к такому непростому свойству обществ трезвости. Вот вы начали об этом говорить, что очень часто проповедь в таком обществе о трезвости звучит, в общем-то, перед людьми и так уже трезвящегося. И для чего же тогда нужны такие общества, если там в основном матушки? Понимаете, в чем дело? Это, как правило, родственники людей, которые находятся в зависимости. И вот они приходят в церковь, они молятся за них, и в конце концов они попадают вот в эти общества трезвости. И такие люди были всегда. Но вокруг отца Александра Васильевича Рождественского, нашего такого, ну я бы сказал, почитаемого, одного из самых почитаемых наших священнослужителей, который до революции возглавлялся российской Александровской обществе трезвости. У него было более 70 тысяч больных алкоголизмом в этом обществе трезвости. Вы понимаете? А, конечно, были родственники. Но родственников было процентов 20. А процентов 80 было алкоголиков. Сейчас в современных обществах трезвости родственников более 90%. Причем 90%, это я скромно говорю, на самом деле гораздо больше. Вот. Почему так? Потому что, видимо, все-таки вот эти люди, которые находятся в зависимости, они выросли в атеистическое время, они далеки от церкви. В этом состоянии никак к этому не прийти. Поэтому их надо вначале отрезвить, а потом приводить в церковь. А если мы будем пытаться их отрезвить через церковь, то не всегда это возможно, потому что просто процент тех, кто придет в церковь в этом состоянии, крайне низкий. Вот почему очень важно сначала, чтобы занимался врач, а потом, чтобы занимался священник. И врач и священник должны быть соработники. Дело-то единое. Вот поэтому именно ошибка общей трезвости в том, что они зацикливаются на работе с людьми церковными и, может быть, мало времени уделяют работе с врачами, с теми же диспансерами наркологическими, с теми же лечебными учреждениями, с теми же врачами, которые... То есть надо воцерковлять врачей, надо врачей приводить к вере. А через врачей придут их больные. Вот я думаю, вот это... В этом есть... Это даже, знаете, не вина, это беда. Это беда. Вот это беда нашего современного общества. Но я думаю, что все поправится. Господь, Он любящий Отец. Я верю, что мы переломим обязательную ситуацию. Батюшка, вы звучаете оптимизмом. У нас звонок. Звонок из Вологодской области. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас с батюшкой слушаем. Батюшка, у меня такой вопрос. Скажите, как вас зовут? Извините, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Татьяна. Мое пристрастие не касается пьянского алкоголизма, но вы вот затрагивали в начале передачи, что объедение — это тоже страсть. Вот я достаточно часто каюсь в этой страсти на покаяние. На какое-то время я получаю от господа крепости и помощь, но потом у меня происходит какой-то опять срыв. Вот как мне побороть эту страсть в себе? Да, вы знаете, черевоугодие — это основа всех грехов. Вообще основа. И труднее всего с этим делом бороться. Потому что вы понимаете, ведь, собственно говоря, почему люди попадают в зависимость? Я очень кратко это скажу, так как время очень мало, оно подходит к концу. Очень кратко. Это отдельная тема, но очень кратко. Все психоактивные вещества, алкоголь, никотин и все остальное вырабатывается в организме человека от рождения. И, по сути дела, это гормоны радости жизни. От того, как они вырабатываются, зависит наша система мировосприятия. Если мы гормоны начинаем вводить извне, внутренняя выработка начинает видоизменяться, прекращаться, и практически человеку надо принимать эти гормоны. Ну, иначе говоря, если здоровому человеку начать давать инсулин, то у него разовьется сахарный диабет. Но это отдельная тема. Так вот, 80% всех гормонов вырабатывается в центральной нервной системе, в головном мозгу человека, а 20% в желудочно-кишечном тракте. Желудочно-кишечный тракт это гормональный орган. Если мы в топку, в желудок, забрасываем пищи столько, сколько надо для жизни, это пищеварительный аппарат. Если забрасываем больше, то это самогонный аппарат. В желудке начинает вырабатываться опи и чистый спирт. И вот, когда мы после стресса любим поесть, люблю повеселиться, особенно пожрать, сколько за столом, столько в раю. Это поговорки такие наши. То есть, на самом деле, бороться с обжорством можно только одним, меньше жрать. Вот другого ничего нет. И на самом деле, существуют посты. И очень хорошо вообще, для того, чтобы, ну, взять, например, вечерний прием ограничить. Вот 18 часов, последний прием пищи. Взять, сделать один голодный день недели. Возьмите среду или пятницу. Вот постные дни. Поголодайте. Берем среду. Поужинал во вторник, позавтракал в четверг. Вот у меня так получилось. Вчера была дальняя дорога, пришлось вот принять пищу. Ну, я считаю, что лишнего я принял. Вот сегодня я голодаю, например. Я как только где-то переел, я начать голодаю. А как я выйду? Я посмотрю завтра, как я вообще буду себя чувствовать. Я, конечно, почувствую, что все-таки надо еще, может, поголодаю денек. Во славу Божию, для тренировки воли, для дисциплинированности самого себя. Вот поэтому голод, можно в посту начинать с голода. Один, два, три дня. Надо посоветоваться с родителями. Это крайне полезно, потому что во время голода проходит очистка от шлаков. Но это, опять же, это отдельная тема. Вот как бороться? 18 часов последний прием пищи, один голодный день недели. Выполните вот это. И постепенно, постепенно вы с этим делом справитесь. И как можно чаще причащайтесь. Вы говорите, что после покаяния вам становится легче на какое-то время. Вот значит, надо так часто ходить в церковь, чтобы это время стало постоянным. Другой батюшек, отец Григорий, действительно, эфир нашей передачи ограничен. Мы вас благодарим за то, что вы пришли. Спасибо большое. Спасибо всем нашим телезрителям, которые задавали такие хорошие вопросы. Ясно, понятно, что нельзя объять необъятное, но мне кажется, что мы очень много вопросов затронули. Спасибо всем. Батюшка, еще раз. Спасибо. Дохранит на всех Господь. Дорогие братья и сестры, мы думаем, я думаю, надеюсь, что вы вдохновились примером отца Григория. Человек 30 лет не пьет, голодает, когда это необходимо, дышит оптимически, отец Григория. Дорогие братья и сестры, давайте ориентироваться на отца Григория, быть такими же христианами. Безусловно, отец Григорий не раз и не два придет еще в нашу студию. Всяком случае, мы дерзаем вас об этом просить. Батюшка также героем является других наших телепередач «Трезвение», «Час православия». От себя я добавлю, что пользователи интернета ищите запись отца Григория на YouTube, ВКонтакте, у него есть группа. Это бесценный кладезь очень важной информации. Выложены целые лекции с отцом Григорием по часу и больше. Их можно слушать, слушать и слушать. Ну, конечно же, свободно от каких-то домашних дел время. Я два слова буквально скажу. Братья и сестры, ориентируйтесь, конечно же, на спасителя, потому что, если вдруг отец Григорий запьет, то, пообщавшись с вами, вы от меня духа трезвости набираетесь, вдруг я от вас духа пьянства наберусь. И это вполне может быть, вы понимаете, пока Господь меня хранит и зарок меня оберегает, но, конечно, человек очень важен, и роль человека нельзя преуменьшать, но все-таки в человеке можно всегда разочароваться, а в спасителе мы никогда не разочаруемся. Спасибо. Решка, спасибо вам за этот совет. Всего доброго. До свидания.